Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон 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 «Симон» «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» «Симон» «Симон 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 «Симон «Симон» 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 «Симон» «Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь! 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 Звучит песня. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Включается работа Дионисия воскресенье, включается Даниилова воскресенье. Включается работа Дионисия 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 воскресенье. И благослови достояние Твое. 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 Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твои, и благослови достояние Твое. Исполнение Церкви Твоей, я сохрани, освяти любящие и благолепие Дома Твоего. Ты тех, Госпрослави, божественные Твои силы, не остави нас уповающих на Тебя, мир, мирами Твоему даруй. Церквам Твоим, священникам, воинствуй всем людям Твоим, як и всякое даяние, блага и всяк дар совершен свыше есть. Исходя от Тебя, сосвету и Тебе славу, и благодарение и поклонение высылаю Ему Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристнула Его веки и веков. Аминь. А вот славяне Господне на вас, как бы благодатью и человеку любви, всегда ныне и пристнула Его веки и веков. Аминь. Слава Тебе, Христи, Боже, уковлони наши, слава Тебе. Слава Господи, Силу и всякого Богу, Бог, изменились Христа и во веки и веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благоу Своей. Слава Господи, Силу и всякого Богу, и благоу Силу и всякого Бога, и веков. Слава Господи, 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 Силу и всякого Бога, и веков. Как когда-то в древности, все человечество разделилось на народы при Мавилонском столботворении. Также и ныне, на 50-й день после Пасхи, на 10-й день после Вознесения Господня. Божественная сила снисходит на человека. Дух Святой начинает действовать в человеческой природе и во всем творении. И рождается на свет церковь, новый народ, которым нет уже ни Эллина и ни Иудея, ни мужского пола, ни женского. Нет разделения на раба и на свободного. Потому что все во векове соединилось. И единым языком говорят апостолы. Таким языком, который понимают все. Вы слышали сегодня деяния апостольские. После зашествия Святого Духа апостол Петр вышел на проповедь. И там было множество на площади народов разных языковых культур, разных даже диалектов. И каждый, слыша проповедь апостола Петра, понимал до глубины души, понимал все детали. Как будто бы апостол Петр говорит на его родном диалекте. На его вот в деревне у них вот так вот говорят, например. И вот слышит человек, что апостол Петр проповедует для мелочей. Понятно и ясно все. И эта проповедь проникает и Дух Святой через слова, через благодействие апостола Петра и остальных апостолов, которые восприняли в себя силу Святого Духа. Люди воспринимают через апостолов, и церковь начинает разрастаться через саинство крещения и через апостольское благовестие. И это благовестие, слава Богу, дошло и до нас. И объединяет нас, и призывает нас сюда, в трамп для совершения богослужения. Ибо нет ничего более прекрасного и приятного и полезного для человека, чем богослужение, чем молитва и участие в церкви духовных. Ибо здесь человек становится причастным к божественной жизни. И Христос самим Собою нас питает, напаяет нас Своей живоотворной кровью и телом Своим питает и укрепляет наши силы. Ибо каждый, кто причащается, скушает тело и кровь Христовой через это, как мы исповедуем, соединяется теснейшим образом с Богом. Кто будет есть в мое тело и пить в мою кровь, в том буду я пребывать, и тот будет пребывать во мне. Так показал Христос, так Он бы повезло. Но для того, чтобы к причастию подойти, нужно быть подготовленным, максимально подготовленным к теснему. Нужно в себя и тело свое, и душу, и ум в чистоте святого. Вот действие Святого Духа распространялось, и различными голосами, даже ангельскими языками говорили апостолы. Эти ангельские языки, они повесуют, кстати, апостол Павел в своих посланиях. Даже если я буду говорить на языках ангельских, то это не значит, что такое язык ангельский. А это вот такой таинственный, сверхчеловеческий язык. У апостолов был этот дар языков. И этот ангельский язык обладает огромнейшей силой. Он действует на человека. Хотя он может быть человеку непонятен. Но даже скорее всего непонятен. Потому что человек, существо земное несовершенное, ангельский язык максимально позовен божественному языку. А Бог есть тайна. И вот в древних терческих традициях, византийских, древнегреческих, в древнерусских, сербских, болгарских традициях пения церковного были такие странные враспевах, вставки. Они назывались анинай, терринтисмы, хабубы. И вот считалось, что здесь, в этот момент, когда бевцы пели, совершенно нечто невнятное и непонятное. Они пели, например, айнинай, нэни, айнэны. Вот такие какие-то вещи. Или террирэм. До сих пор на Афоне монахи афонские поют эти террирэмы, терринтисмы свои. Хабубы, например, пели на Афоне тоже. Хабуба-буба, хабуба-буба, вот такие вещи. Но это они все воспривали на красивую такую мелодию, как мы сегодня слышали. И получалось так, что там-то вербально непонятно, что это такое. Рационально непонятно. Это не слова человеческие. Это язык ангельский, так говорили. Или это голосолалии, это язык божественный, проникает в распевы церковные. И главное предназначение церковных распевов не в том, чтобы произнести, понятно, текст, а в том, чтобы мелодический, музыкальный характер занести до человека. И вот эти распевы, которые вы сейчас слышали, вот они по древним образцам, как еще в 16-м веке у нас не посетили, в 14-м, в 15-м, в те старо-давние времена. А потом дьяволу-то не нравится ангела подобное пение. Он ненавидит вот это звучание, потому что оно противно, его дух. А ему что надо? Ему надо траля-ля, траля-ля, чтобы человек был опьянен, чтобы человек был приземлен здесь, на земле. Простые ритмы, простые мелодии, совершенно простые гармонии, грустные, веселые. Вот та музыкальная культура, какая у нас сейчас обычно там, в миру. Вот это весовская музыка. А это ангелы подобные. Так пели наши предки, так они молились, так звучит молитва. Если когда-то слог фразы ферувимской начинает распеваться на несколько аж, строг длинный, и мы уже не понимаем, где текст, на каком месте песнопения мы находимся, это не значит, что это плохо. Это значит, что это древняя традиция голосоларий, откровений, языка святого духа, ангела подобного языка. Здесь у нас на слухе, на молитве. А где же еще? И у нас есть на слухе, да. И поэтому, когда кто-то говорит, вот они начинают затягивать, поют вот так долго-долго мелодию, я уже не понимаю, какой текст. Так это хорошо. Это как раз, вот оно, голосоларие. Когда непонятно уже становится. Потому что Бог, он разве понятен? И это непонятен, он таинственен? А кто-то говорит, ой, они дузят вот так, что аж даже спать хочется. А в Иисусову молитвах кто-нибудь пробовал читать Иисусову молитву? Ее же надо не пристанно, вот так медленно, не торопясь, читаешь, читаешь. И тоже засыпаешь, да? Да. Да, засыпаешь. Засыпаешь. О чем это говорит? О нашей несосредоточенности, о нашей расслабленности. Поэтому древние канонические разбивы не действуют на нашу душу, потому что мы не способны еще пока их воспринимать. Но я знаю людей, которые, когда они это воспринимают, когда они слышат это, молитва загорает в своей душе. Чувства неземные возникают в их душе. И переживают они такое, чего человек на земле пережить не может в обычной мирской жизни. Вот эти распевы, вот эти тексты церковнославянских, они зажигают в душе человека огонь молитвы. И Дух Святой действует через эти распевы, через слова именно древних церковнославянских текстов. И это значит, что Дух Святой донесся и до нас в древних архаичных временах. И это прекрасно, что сегодня раннюю дургию мы отслужили, Бог нам дал, позволил. Это дар Божий, Он подарил нам. Где еще? Ну, в Оптину можно съездить, на Салавкин, на Валаа можно съездить, подобное пение. Потому что дьявола ненавидит. И у нас оно, я думаю, ненадолго задерживается. Так что наслаждайтесь, молитесь, учитесь молиться. Дух Святой этими мелодиями себя выражает, сливает на нас с вами. Поэтому, кто не понимает, пусть задумается всерьез на своем духовном состоянии, над качеством своей молитвы. И День Святой Троицы сегодня идет. Тайно Троица открывается действием Святого Думы. Но вот кто придет сегодня, после позиции, на вечернюю еще, там будут молитвы на призывание Троицы. Чтобы Бог благословил, Бог Троица благословил нас, на последующие времена, на следующий год, чтобы Бог благословил наши действия, наши жизни, помыслови все наши, оберегал, чтобы нас. Вот тогда, может быть, если силы останутся, еще и от Тайни Троицы. А сейчас я причастников поздравляю со святым принадлежением. Всех православных христиан, дорогая, с днем рождения Церкви. Спасибо. Спасибо. Пусть каждый из вас совершит положенное христианину пожертвование на строительство храма и на существование нашего мужского славянского хора. Вот тут ящики. Монахин. Монахин, ямарка, будет с ящиком для хора стоять. И вот еще будет ящик для строительства храма. На выходе можете совершить пожертвование, чтобы тут в храме не греметь. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы. Так, к кресту давайте подходим вот отсюда, сюда, и потом выходим туда, на сему. Вот тут, пожалуйста, опять сделаем выход. Как на причастие делали, на ночи. Так же и сейчас. Вот прямо сюда подходим и поднимаем дорожную яму. Я могу сказать, на высоту. Слава тебе Божия, слава тебе Божия, слава тебе Божия. Туда не подходить, у нас. Восторг, в Искусе, в Санкт-Петербурге. Восторг, в Искусе, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...